МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На окраине Вологды, у села Выпрягова, стоят несокрушимые стены Спаса Прилудского монастыря. Основан он был в XIV веке Дмитрием Прилудским, учеником и сподвижником Сергия Радонежского. И стал обитель крепостью, форпостом Москвы в борьбе за новгородские земли. Декабрьской ночью 1612 года монахи проснулись от страшного шума. Кто-то изо всех сил колотил ворота. На вопрос, кто, с той стороны крепостной стены ответили. Защитники ваши. Время было смутное, неспокойное. Игумен долго колебался, открывать или не открывать. Мало ли разбойников шатается по дорогам. А если на самом деле свои? Конфуз будет. Никогда еще при Луках не давали гостям отворот-поворот. Также неожиданно, ночью, за громовым стуком ворота, появились здесь гости весной 1503 года. Это были ратные люди самого великого князя Ивана III. Рассказали они, что собрался Иван в поход на Казань. И привиделся ему во сне Дмитрий Прилуцкий. И сказал, один врага не одолеешь, а вместе со мной осилишь. Иван спешно послал гонцов в Прилуки и спросить у Игумена образ святого Дмитрия. Проходят дни, не слышно в обители известия о Казанском походе. Однажды пожилому иноку привиделось, что входят в церковь старцы. Подумалось ему, что должен быть среди них и Дмитрий. Вдруг из алтаря, где стоял гроб святого, раздался голос. Дмитрий сейчас в Казани. А на следующий день до монастыря дошла весть о победе русских войск. После похода Иван III торжественно вернул икону обратно в Прилуке. Когда-то та самая икона Дмитрия Прилуцкого хранилась в главном храме монастыря, в Спасском соборе. Но теперь ее здесь нет. Ее увезли отсюда в 24-м. Сейчас монастырская святыня, экспонат Вологодского музея. За годы советской власти от мощной крепости не осталось практически ничего. Лишь недавно уникальный архитектурный комплекс поднялся из руин. На полномасштабную реставрацию пока не хватает ни рук, ни средств. Монастырь географический находился в таком месте, где пересекались торговые пути. Поэтому монастырь в экономическом плане был очень сильным, очень крепким. Занимался промыслами, соляными в частности промыслами. В 1812 году, когда Наполеон вступил в Москву, я сделала перед этим ценности патриаршей ризницы, московских монастырей, знаменитых, Трои Сергея Лавры, Новоспасского и других, были перезяны сюда, в Спасо-Крульевский монастырь, находились в Спасском соборе. Спустя 112 лет, в 1924-м монастырь был закрыт. Архимандрит Нифонд и насильники обители покинули ее территорию. Здесь разместились дом инвалидов, музей, военные склады. А в начале 30-х появились новые гости. Как уже случалось и раньше, внезапно. Это произошло летом 1552 года. Теперь уже новый государь, Иван Грозный, задумал идти на Казань. И было ему видение святого Дмитрия. И просил он игумена дать ему в поход святыню Прилудской обители. Но взял он с собой не икону, а киликийский крест, восьмиконечный, покрытый серебряной позолоченной босмой, украшенной прихотливой резьбой. И опять-таки, как и полвека назад, помогла святыня, одолел Иван Грозный врага. И как и тогда, царь торжественно вернул ее обратно. А вместе с ней привез и богатые вклады, чтобы усилить могущество монастыря крепости. Никто не ожидал, что в 1930-е годы в этой крепости разместят пересыльную тюрьму. До сих пор доподлинно неизвестно, что происходило за этими стенами. У нас происходят порой работы земляные, то мы находим очень часто останки. Иногда это бывают останки братьев, а иногда довольно близко к поверхности и очень много останков людей. Хотя это, конечно, под вопросом. Мы не можем точно утверждать, что здесь были, например, казни или еще что-то. Но, тем не менее, это не исключено. Сейчас все останки собраны в одном месте. Установлен крест в память погибшим в годы репрессий на территории монастыря. 20-й век изменил старинную обитель до неузнаваемости. Было вывезено внутреннее убранство Спасского собора. Исчезли все деревянные постройки, кельи и хозяйственные корпуса. Когда-то именно они придавали особый колорит этому огромному древнерусскому городу. Территория заросла бурьяном. Больше всего повезло надгробному памятнику поэту Батюшкову, который провел последние годы в Вологде и был похоронен в Прилудской обители. За его надгробием время от времени ухаживали, в отличие от монастырских храмов. К концу 40-х ансамбль выглядел так, словно в нем разворачивались военные действия. Так, как будто в нем повторились события трехвековой давности. 18 декабря 1612 года. У неприступных стен обители стояли отряды вооруженных людей. Тех самых, которые назвались друзьями, защитниками. После долгих колебаний игумен повелел открыть ворота. Защитники, а ими оказались отряды поляков и литовцев, ворвались в Спасский собор и стали выносить церковную утварь. А самое главное, бесценные реликвии монастыря. Икону Дмитрия Прилудского и Киликийский крест. Старцы во главе с игуменом пытались оказать сопротивление. Их заперли в трапезной, в здание подожгли, заживо сгорело 59 человек. Тех, кто продолжал мешать выносить святыни, зарубили. Всего в ту ночь погибло более 200 человек. Обитель дорого заплатила за гостеприимство. Эти стены начали возводить сразу после изгнания поляков и окончания смутного времени. Сегодня они в аварийном состоянии. Реставрационные работы на территории монастыря начались в 1950-х годах. Специалисты из центральных научно-реставрационных мастерских восстановили настоятельские кельи и Введенскую церковь. Укрепили фундамент Испасского собора, частично переложили его кирпичную кладку, заменили барабаны под куполами, подняли из руин мельничную башню. С 1979 года здесь разместился филиал Вологодского краеведческого музея. И тогда же сюда из закрытого Александра Кушетского монастыря перевезли Успенский храм, уникальный памятник деревянного зодчества XVI века. Благодаря тому, что он был сюда привезен, он сохранился. И, наверное, Спасоприловский монастырь один из очень немногих, где в советский период храмов не убавилось, а прибавилось. Мы планируем со временем в этом храме также проводить богослужения. Успенская церковь, как и другие монастырские постройки, требует реставрации. Работ, проведенных в послевоенные десятилетия, недостаточно. Сегодня и без того аварийные стены и башни страдают от близости железной дороги. Чуть ли не каждый день вскрываются новые проблемы. В трапезном комплексе, в трапезной, в подклете вода стоит достаточно близко от уровня под полом. То есть, когда потекают шурфы и протлавляют коммуникации, это практически метр от поверхности земли. В общем, это ведет, конечно, к размыванию фундаментов, снижению устойчивости общего здания. А проблемы связаны, в общем, с отсутствием данных по геологии, по возможности отвода, по оценке возможности вертикальной планировки. Летом 2007 года отмечали День памяти Вологодских святых. При содействии Вологодской администрации в обители были проведены работы по благоустройству территории. Но они принесли новые проблемы. Если повредить на колокольню, на вратной церкви, там на кокортниках сохранены некие кустики. Они даже были покрашены теми людьми, которым дали команду покрасить, но никто не давал команду эти кустики убрать, или травой-то убрать. То есть, то же самое, стихийная, почти эвакуация с собора. Остатки лесов, лестницы, которые в свое время, как правительство, влияют на памятник. Они там будут задерживать снег зимой, они будут... И это возглавляет главную болью для монастыря. Лестница на паперсе собора, то есть, несмотря на все споры, понимаете, ну, вот, белокаменные были ступени, лещи, где вымощенные всегда. Ну, вот они сейчас там серым гранитом. Красиво, надежно, долговечно. Ну, чем эта лестница отличается от лестницы любой там гипермаркет или магазин, неизвестно, понимаете. Запах, аромат истории, понимаете, уходящий. Старый монастырь засиял чистотой и замер в ожидании серьезной, полномасштабной реконструкции. Сегодня Спасо-Прилудский монастырь снова открыт для гостей. Будто и не было в его истории страшных страниц, разорения 1612 года и пересыльной тюрьмы в 30-х годах. По легенде, Дмитрий Прилудский основал свою обитель на хлебном поле. Кто-то сказал, монастырь этот действительно, что поле пшеницы. Ему что войны, что революции, все равно родит и родит хлеб. А случится не урожай, отдохнет годик земля и снова будет плодоносить до скончания века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok